итак я планирую серию видео на тему решения проблем с уже готовыми скважинами занимаюсь бурением но занимаюсь и обслуживанием сейчас клиент который позвал плохое давление открываем крышку люка и сейчас услышите как работает насос включился выключился включился выключился сейчас покажу на воде как это проявляется здесь включена поливалка будет ли вам видно брызги вот сейчас выключились включились выключились и давление это скачет больше выключилась включилась и вот это вот штрекает постоянно итак когда вот так штрекает постоянно это однозначно с ресивером это однозначно вышел воздух из золотника вот тут видите пластмассовая крышечка золотник там стоит нужно подкачивать 3-4 раза в год подкачивать воздухом полторы атмосферы при открытом кране то есть открываете кран начинаете качать воздух всю воду выдавливает и весь этот бак на накачать полторы атмосферы потом когда включаете воду груша занимает половину объема даже третью часть объема и в 50 литровом баке приблизительно 15 литров запасной воды но суть в чем что здесь это никто не обслуживает мы решим кардинальным способом во первых она заливается здесь сыра уже как видите вот здесь все поржавело видимо там уже стравливает воздух что она вообще 0 я попробовал открутить но поэтому приехал с другой автоматикой электронная автоматика это такая скажем простая автоматика но нормального качества но из простых есть более значит вот так она устанавливается и сейчас мы будем полностью вырезать схему с ресивером ресивер отключать потому что такая автоматика может работать без ресивера и не будет штрикать и вот сюда в голубую трубу будем вставлять вот таким образом автоматику просто вырежем ставим автоматику подключим ее и будет работать без ресивера и так для установки мы ставим фитинги у нас там труба 25 здесь наружная здесь дюйм внутренняя для того чтобы установить используем сантехническую пласту и паклю я ни в коем случае не ставлю фум считаю что фум это очень вредное в таких случаях устройство ее можно ставить на совсем небольших и не ответственных местах где-нибудь кран где вы видите где как всегда сможете восстановить проблему почему потому что фум со временем усаживается и может пропускать сантехническая паста наоборот если вдруг начинает пропускать то она набухает и устраняет течь даже если она вдруг за счет набухания устраняет течь даже если вдруг началась течь поэтому паста сантехническая паста продается в маленьких и больших объемах недорого купить небольшой тюбик просто набрали положили потом немного пакли в любом магазине продается люди считают что это не современно но поверьте это более современно чем и закручиваем все держать будет хорошо и на краску это зло потом случае чего не открутите пропускать не будет ну собственно все теперь что необходимо сделать открыть крышку завести провода и подсоединить и не перепутать куда питание 220 куда мотор там все подписано думаю что здесь проблем не возникнет и так я снял полностью его для того чтобы снять я вставил сюда компрессор выдавил воздухом всю воду но пока начал снимать уже перестала шипеть от сюда значит было слышно что воздух протравливает здесь мембрана воздух не может сюда выходить но было только слышно что он там чик-чик выходит вместе с воздухом можно не слышно но слышно было это значит что мембрана порвалась но не мудрено она занимает третью часть объема бака ресивера если воздух выходит она начинает занимать весь объем растягивается в три раза она не должна вообще растягиваться просто выпрямиться должна а когда задуваете воздух она сминаться а потом просто выпрямиться и такое обыкновенное нейтральное положение растягиваться но вообще не предназначен если воздух выходит она растягивается и начинает рваться вот в таком состоянии поэтому мы поставим я его вытащил заглушу здесь видите здесь вход и выход система идет мимо и ответвление сюда я просто систему сейчас закрою ответвление она то заходит то выходит из ресивера просто я сейчас заглушу и все и вот сюда схему на подачу подам вставлю автоматику я уже подготовил ее подключать здесь подключается не на винтики она вот как в комплекте идут зажим коннектор сейчас на провода надену я обожму коннекторы и заведу обожму и вставляем здесь все видно ln и pump вот такой значок это значит с этой стороны здесь 220 а здесь написано pump помпа мотор вот сюда подключаем насос без разницы в каком положении так или так абсолютно сейчас буду этим заниматься и так у меня есть задача поставить не теряем резинку мы ставим вот так вход отсюда со стороны обратного клапана ну и на крышке есть надпись туда с этой стороны у нас 220 с этой стороны у нас электродвигатель поэтому берем сначала вот электродвигатель вставили фишку вставили резинку с пластмасской вставляем сюда и затягиваем затягивается герметично поэтому по сути дела он герметичный немножко больше провода послабил засунул закрутил гайку держится герметично теперь нужно поставить контакт как его ставить здесь у нас есть еще такие резинки их тут в принципе 2 на каждую я поставлю на одну поставлю на одну поэтому смотрите сами решайте как вам ставить подставляем и зажимаем у меня есть stripper который зажимает контакты вот такой я вам покажу как это можно делать плоскогубцами только желательно такие с узким краем просто подставили значит первый первые усики зажимают изоляцию вторые зажимаются медный провод поэтому протягиваем его ну вот так это будет выглядеть я тут уже поставил значит заземление я не ставлю потому что питание приходит без заземления поэтому два провода провода поэтому не подключаю его сюда к земле нету здесь в разводке заземления как буду подключать 220 вам не покажу потому что оно будет там кабель короткий вон там лежит не смогу здесь наверху поставить ну точно так же продеваем ставим и закрываем крышкой все единственный момент что смотрите я ставлю на эту голубую трубу мне нужно ее разрезать посредине и вырезать кусок вот отсюда да вот сюда получается что не вот до сюда труба будет вставляться тут резиночка идет через резинку аж вот шланг ну труба это голубая будет вставляться аж вот до сюда поэтому мне нужно вырезать вот такой кусок ну что же дорогие снял я автоматику электронную ничего не получилось причина какая оказалось здесь насос дает 10 атмосфер и электронная автоматика не регулирует атмосферы не подобран по путному я это не ожидал получается нужно или редуктор ставить ну и дополнительно здесь много разводки подземной где-то есть небольшое островление уже и поэтому автоматика электронная просто но не вы не выключается где-то небольшой свищ есть подсасывает может быть на коленах где-то в земле соответственно нет остановки качает и качает поэтому если поставить ресивер купил ресивер ставлю не пятерник а вот такой это то что смог найти в местном магазине почему пошел таким путем чтобы не ставить манометром все равно здесь очень сыра буквально за полгода вот он сгниет но ставить все равно туда нужно на старое место вместо большого 50 литрового ставлю 24 литровый и все просто этот убираю следующий вставляю а сюда ту же самую автоматику вот таким образом решил эту проблему хотел сделать по-нормальному но старый дом ну как старый уже давно старая разводка везде где-то видимо подтравливает и поэтому невозможно поставить автоматику электрона будет клацать потому что давление спадает ну вот такая ситуация как видим что просто замена ресивера и будет вам счастье будет работать можно пойти и таким старым дедовским способом подписывайтесь на канал ну думаю что с этим уже проблем не будет включить включится и будет работать чуть не забыл я купил новый начал хотел сначала поставить ну думаю проверю давление здесь 0 5 атмосфер а должно быть полторы поэтому прежде чем ставить нужно на спущенной воде полностью спустить для этого нужно или кран открыть вот сюда закачать полторы я подключил компрессор и закачал сюда обыкновенный автомобильный золотник без этого обязательно разорвет грушу опять ну теперь уже все увидимся на канале всего доброго подписывайтесь на канал